Снова всем здравствуйте. Извините, что начинаем чуть позднее. В принципе, мы уже приступаем. Тем, кто не успевает, мы отправим ссылку на запись. В первую очередь, поблагодарим за участие в сегодняшнем воркшопе и напоминаем, что Astana Hub совместно с R&D лабораториями на постоянной основе проводят бесплатные образовательные мероприятия на различные темы в сфере IT. Поэтому, чтобы оставаться в курсе всех мероприятий, просим вас активно следить за аккаунтами Astana Hub в соцсетях. И ссылки на них вы можете найти в нашем письме. А сегодня у нас в гостях Муратов Арман, эксперт в области BI и ПО-разработки. Марат Арман имеет более пяти лет опыта в автоматизации и оптимизации бизнес-процессов. Во время онлайн-встречи Арман расскажет нам о BI-аналитике и новейших методах разработки в сфере информационных технологий. Он также поделится знаниями в области self-service BI, управления качеством данных и модернизации хранилища данных. Веминар будет полезен для работников подразделений финансовых организаций, БУ или компаний, занимающихся анализом данных. Ну, а перед тем, как начать наше мероприятие, попрошу всех отключить у себя звук или видео, звук и видео, точнее. Это необходимо для того, чтобы посторонние шумы и образы не отвлекали вас от спикера. Если вы хотите задать вопрос, можно использовать кнопку «поднять руку», чтобы не прерывать спикера и не перебивать и не сбивать его с мыслей. Ну, или написать чат. Но вообще в конце вебинара мы уделим 10 или 15 минут на сессию вопрос-ответы, во время которых спикер постарается ответить на все ваши вопросы. Спасибо еще раз за внимание, что уделили свое время, присоединились к нам сегодня. Я передаю слово нашему спикеру. Давайте начнем. Арман, я уже сделала вас организатором. Можете расширить экран. Всем здравствуйте. Вообще, конечно, это было для меня неожиданной новостью. Так, я раньше не участвовал в подобных мероприятиях. Постараюсь сделать интересным. Но не судите строго, так как я начал в этом деле. Ну, начну с того, что меня зовут Арман Братов. Я являюсь биоаналитиком. Вот. Работаю в казахстанской компании. Мы занимаемся автоматизацией бизнес-процессов и визуализацией там разных бизнес-вещей. Вот. Сегодня я подготовил доклад о том, что такое биоаналитика и пять современных трендов в биоаналитике. Ну, для начала расскажу вам, ну, ни для кого не секрет, наверное, что такое биоаналитика. На сегодняшний день эта область широко распространена, как в мире, так и в Казахстане. У нас сейчас очень много компаний интересуются данным сегментом и активно внедряют в свою работу. Вот. Так как за многие годы у компаний накопилось много разной информации, вот. Каждая компания, даже самая маленькая, ведет там отчетность. Кто-то в 1С, кто-то в XLA, у кого-то есть какие-то сложные распределенные там базы данных, кто-то использует много разных источников данных. И биоаналитика предназначена для того, чтобы все это объединить в одну систему и визуально показать пользователю, бизнес-пользователю, чтобы руководители могли принимать какие-то управленческие решения. Также фишка биоаналитики в том, что данные там не статичны, а очень динамичны. То есть пользователь может посмотреть данные в разных разрезах, пощелкать кнопками по графикам и тем самым отфильтровать данные. Вот. Может посмотреть на данные в виде не просто плоской таблицы, а в виде куба. Вот. Это очень удобно с точки зрения как управленческой отчетности, так и с точки зрения простого бизнес-пользователя, так как биоаналитика очень часто помогает увидеть пробелы, проседания по некоторым показателям, которые не так хорошо видны при рассмотрении в плоском виде, так скажем. Вот. Ну, за свою карьеру вот постричал много разных кейсов, когда биоаналитика действительно помогла как госорганам, так и бизнесу оптимизировать какие-то вещи или найти разного рода утечки. Вот. Поэтому я за биоаналитику и всех агитирую внедрять данную вещь в свою работу. Вот. Ну, это было предисловие, а сейчас сосредоточимся на основном, на основной теме моего сегодняшнего доклада по содержанию. Сторитейлинг, селсерис BI, управление качеством данных, облака и модернизация оформляющих данных. Сторитейлинг. Что такое сторитейлинг? На сторитейлинг — это рассказ представления данных в виде пользовательской истории. С развитием биоаналитики, по мере того, как биоаналитика внедрялась в разных компаниях, стало понятно, что пользователи и разработчики разговаривают на совершенно разных языках. И зачастую пользователю непонятно, что хочет донести разработчику. И наоборот, разработчику непонятно, какие бизнес-требования важны для пользователя. Вот. Сторитейлинг позволяет сравнять, это такой универсальный язык, на котором могут разговаривать и разработчики, и пользователи. То есть обычно, когда биоаналитик встречается с заказчиком, он может сказать, посмотрите, вот на этом графике вы можете увидеть распределение клиентов по среднему чеку, или там здесь вы можете увидеть динамику финансовых показателей в сравнении с прошлым годом. Или вот в этой таблице вы можете увидеть структуру покупок наших клиентов. И это сразу же отталкивает пользователя, потому что для него это слишком абстрактные вещи. Вот. Сторитейлинг призывает говорить на простом и понятном языке. Вот. К примеру, вместо вот приведенных выше примеров, аналитик может сказать, сегодня я расскажу вам, где вы потеряли 5 миллионов, грубо говоря, и как вам можно их вернуть. Или посмотрите, за прошлый год у вас было больше всего клиентов с чеком в 10 тысяч в день. Допустим так. Или в сравнении с прошлым годом рост продаж в сегменте бытовой техники у вас вырос на 20%. И это на самом деле не только помогает сблизиться с бизнес-пользователями, но и помогает аналитику лучше понять, что хочет увидеть пользователь. Этот прием также используется непосредственно и в разработке BI-отчетности. То есть, когда ставится задача аналитику, не говорится, что нужно построить 5 графиков в таком-то разрезе и 10 таблиц в такой-то структуре, грубо говоря. Говорится, создается пользовательская история. Когда говорится, я, пользователь, хочу увидеть на данном графике показатель увеличения доходности в сегменте мелкобытовой техники за прошедший год. И такие вещи сейчас актуальны. Бизнес-аналитики, BI-аналитики очень широко используют этот прием как в разработке, так и в беседе с бизнес-пользователями. Вот такой вот у нас тренд нарисовался. То есть, это не только наш локальный тренд, это мировой тренд глобальный. По всему миру аналитики используют этот прием, и он помогает более эффективно создавать отчетность и создавать ту отчетность, которая будет действительно полезна пользователю и которая будет действительно пользоваться. Вот. Что немаловажно именно в наших реалиях, потому что зачастую бывает так, что инструментами в Казахстане не пользуются. То есть, выделили деньги на какой-то инструмент, разработчики потратили силы, время, создали какой-то инструмент, но пользователи ими не пользуются, потому что он неудобный, непонятный и плохо внедрен. Для того, чтобы избежать этого, мы используем стори-тейлинг. И на самом деле, это такая простая вещь, но на практике мы увидели, что это достаточно мощный инструмент для внедрения био-аналитики в робот. Все хорошо. Арман, вас не слышно? Да? Алло. А с какого момента меня перестало быть слышно? Связь? Алло. Да, теперь вас слышно. Меня сейчас слышно? Да, да, да. А с какого момента меня перестало быть слышно? Ну вот, знаете, где-то буквально секунд 10 назад. А, ну, отлично. Я испугался уже. Все нормально, да? Ну, я говорил о том, что достаточно простая вещь для понимания, но в то же время очень мощный инструмент для внедрения био-аналитики в работу разных компаний. Вот. Ну, переходим к следующему пункту. Что такое Sales Service BI? Вот. На сегодняшний день био-аналитика интересна очень широкому кругу пользователей. И на сегодняшний день в компаниях есть тенденция к увеличению роста компетенции именно сотрудников, бизнес-пользователей и интерес к био-аналитике. Вот. Поэтому сейчас широко распространен такой инструмент, как Sales Service BI. Это инструмент, который позволяет простым пользователям, не обладающим познанием в серии IT, разрабатывать свои собственные дэшборды в инструменте био-аналитики. То есть мы, со своей стороны, подготавливаем модель данных, подготавливаем показатели и даем возможность пользователю создать свою собственную отчетность просто кликая мышкой по экрану. Вот. Для этого не нужно каких-то определенных знаний, не нужно никаких навыков. Просто пользователь, который знает, что он хочет видеть, какую аналитику он хочет видеть, в каких разрезах, он может ее сам нарисовать без привлечения аналитиков и разработчиков. Вот. Этот инструмент на сегодняшний день широко распространен. Он пользуется спросом. Разные вендоры предоставляют такую возможность в своем ПО. Вот. Но для этого нам, как разработчикам, нужно сначала собрать, сконцентрировать данные из всех источников, преобразовать их в удобном виде, прописать везде формулы, которые необходимы, и уже отдать практически готовые данные в руки пользователя. И тогда пользователь может напрямую, без участия, ну, то есть без никаких посредников, создавать интересную для себя биоотчетность и сохранять эти дэшборды, кастомные дэшборды в основном приложения. Ну, очень-очень удобный инструмент, так как он позволяет также разгрузить биоаналитиков от такой рутинной работы и позволяет избавить пользователей от лишних итераций встреч с разработчиками. Пользователь сам может рисовать все, что угодно, как в Paint, как в Powerpoint и так далее. Вот. Вот что такое Sales и RSBI. Переходим к следующему пункту. Управление качеством данных. Ну, это, на самом деле, больная тема для многих компаний, особенно у нас в Казахстане. Очень часто бывает так, что данные, которые накопились за годы существования компании, не структурированы. Часто бывает такое, что используются разные хранилища данных, разные источники, в которых справочники не согласованы друг с другом, как-то данные в разных системах живут своей жизнью. И это, на самом деле, головная боль для биоаналитиков, потому что нужно сконсолидировать все данные, очистить их от мусора, постараться как-то структурировать, привести все справочники к единому стандарту и создать из этого модель данных. Вот. Ну, с другой стороны, когда такое происходит, пользователи, владельцы данных понимают пробелы в своих хранилищах данных, понимают, что нужно, как бы, улучшать данные, обогащать их. Вот. Часто бывает такое, что есть какие-то инструменты, какие-то базы данных, которые не используются, и когда заказчик приходит к нам с запросом, он говорит, что у нас есть три базы данных, в которых должны быть какие-то данные для отчетности. А когда мы начинаем забирать оттуда данные, мы видим, что из трех баз используется на самом деле только одна, а две другие, они какие-то уже совсем исторические данные, и никакой актуализации там не происходило уже очень давно. Вот. И таким образом бизнес не только получает какой-то биоинструмент, инструмент отчетности, но и имеет возможность оптимизировать свои ресурсы, поменять подход к работе, и некоторые вещи убрать из повседневной рутины, так как многие вещи просто дублируются в разных системах. Так вот, есть у нас тренд современный биоинструмент, и позволяет менять подход к работе. Очень интересно, потому что много разных разработок пыталась добиться, этой цели, но у них не получалось. То есть, то, о чем я говорил, есть какие-то системы, которые написаны очень давно, но ими никто не пользуется. Вот. Это как раз-таки из-за того, что, не из-за того, что система какая-то плохая, а из-за того, что разработчикам при внедрении не получилось поменять какие-то процессы внутри компании. Вот. Не получилось приучить пользователей к этому инструменту, не получилось там новать диалог с пользователями, чтобы объяснить, как им пользоваться и заинтересовать их. Вот. Но BI-отчетность как бы мимоходом покасательно решает эту проблему. Из-за того, что в основном BI-отчетности пользуются руководители, они сразу видят цифры, и им это нравится, и как бы они заставляют пользователей, обычных пользователей, использовать те инструменты, или принимают решение убрать из процесса эти инструменты, так как они неудобны, неактуальны, неинтересны. Вот. Да. Ну, переходим к следующему пункту. Следующий пункт – это облака. Ну, этот тренд идет уже давно, и не только в BI-аналитике, но и в многих других отраслях. Потому что облака, они очень… хранение данных в облаке очень удобно с разных точек зрения. Во-первых, да, информация доступна на любом устройстве. То есть тот же самый руководитель может зайти со своего планшета или с телефона в инструмент BI-отчетности и посмотреть там какую-то статистику. Не нужно искать там специального компьютера. Ну, то есть это делает инструмент доступнее. Вот. Так же, этот облакам позволяет сократить расходы на приобретение оборудования, серверного оборудования в первую очередь. Так как при оренде облака там компания, предоставляющая облако, сама предоставляет все ресурсы. Вот. И все инструменты, они автоматически предоставляются вот веб-сервисам. Также не нужно думать о какой-то актуализации вычислительных мощностей, постоянного докупания памяти и так далее. Потому что вендор, который дает там облако, он уже обязуется обеспечить приемлемой вычислительной мощностью все арендуемые облака. Вот. И так же это очень удобно с точки зрения оплаты. То есть, если сервер у нас стоит очень дорого, то аренда облака, она стоит там, ну, очень дошло. Там буквально может стоить там 10 долларов на одного пользователя в месяц. Вот. Ну и, конечно, надежность. То есть, если какая-то небольшая компания хочет поддерживать свой сервер, она кроме того, что будет тратиться на сам сервер, на актуализацию его оборудования, также еще и на поддержку этого сервера. И еще нужно как-то подумать о резервном копировании и так далее. Ну, это опять же нужен отдельный администратор, который будет все верно подполнение, которому нужно платить зарплату. Вот. И всегда есть риск потерять данные, Потому что сервер все-таки физически. Вот. А облако, в свою очередь, может гарантировать надежность сохранения данных. То есть, данные никуда не денутся, они автоматически там копируются, и всю поддержку облака производит сам вендер. Вот. Так что, нужно переходить на облака. Так, ну и последний пункт – модернизация хранилища данных. Да, это вот то, о чем я говорил на пункт выше. Боль от того, что хранилища данных как-то не структурированы, они неправильно там используются и так далее. На сегодняшний день мы видим такой тренд, что бизнес, заказчики хотят видеть не просто биоотчетность, а хотят видеть сразу какую-то систему, в которой будут храниться данные, и также оттуда будет появляться отчетность, биоотчетность. То есть, изначально, когда тренд на биоаналитику только начинался у нас в Казахстане, мы приходили только с отчетностью и пытались собрать отчетность из уже имеющихся данных, из уже имеющихся хранилищ. Но сейчас идет тенденция к тому, что заказчик покупает систему с уликом. То есть, не просто отчетность, а это еще и хранилище данных, и, как бы, возможно, некоторые элементы там... Ну, то есть, это разносторонняя система, не только отчетность, но и какая-то добавление данных в систему. И на сегодняшний день мы заходим уже целой командой, где присутствуют ТВХ-инженеры, и телеразработчики, биоаналитики. Мы все разговариваем на одном языке и собираем систему вместе. И если раньше мы пытались как-то собрать отчетность из того, что есть, сейчас же мы стараемся создать хранилище данных удобным именно для биоотчетности. То есть биоаналитик всегда может сказать ТВХ-инженеру или телеразработчику, как ему удобно получить, в каком виде ему удобно получить данные, в каких разрезах, с какими колонками, грубо говоря. Потому что раньше на очистку данных уходила львиная доля всего периода разработки. И сейчас, чтобы не делать двойную работу, мы изначально создаем хранилище данных таким, чтобы из него было удобно извлекать данные именно для биоаналитики. Ну вот, в принципе, все. Можете задавать вопросы. Надеюсь, было интересно. Да, может быть, у кого-нибудь есть вопросы? Ну, вообще, у меня есть вопрос, но я хотела спередать слово нашим гостям. Дорогие участники. Ну ладно, пока, видать, еще размышлять над вопросами. У меня, к слову, Арман, вопрос именно вам. Ну, я понимаю, что вы работаете в биоаналитике, да, то, что вы не специалист по кибербезопасности, но мне все же стало интересно. Вы наверняка присматриваетесь к наиболее надежным сервисам именно по облакам, да, по хранилищам, точнее, именно по облакам, не про хранилища данных, я сейчас говорю. И могли бы вы называть, пожалуйста, те, на которые можно положиться на последний момент? Просто почему я задаю такой вопрос? Потому что в Казахстане, особенно за последние месяцы, резко возросло количество киберпреступлений. И вот хотелось бы узнать ваше мнение, как специалисты, да, которые давно работают в этой сфере. Можешь экспертное мнение узнать? Все облака, на которые можно положиться. Спасибо. Ну, честно говоря, я не так много работал с облаками, но могу точно сказать, что Microsoft Azure как бы зарекомендовал себя уже давно, и я думаю, что на него можно положиться. Ну, также на облака крупных вендеров, я думаю, все-таки можно полагаться. Если вы видите название, которое вы раньше уже где-то прочитывали или где-то слышали, то я думаю, что можно положиться на такого вендера. Отлично, спасибо. У нас еще вот участница ASL, да, спрашивает, как включить звук. Возможно, у вас именно проблемы с микрофоном, получилось ли у вас присоединиться. Вы можете написать его в чат, так как у нас здесь участники могут сами включать свой микрофон. ASL, можете написать свой вопрос в чат, если вам удобно. Вы нас слышите, да, ASL? Там есть значок микрофона зачеркнутый, его можно отжать. Нет, я не могу включить этот микрофон. Просто, да, это вам нужно включить, потому что у всех остальных у чата типа выключено, и они могут включить. Вы можете, ну, гораздо, я думаю, будет проще написать вопрос в чат. А сам можете, да, написать вопрос свой в чат. Окей, ну, вообще, я сама тоже еще хотела бы этот вопрос задать. ASL, пока вы... Да, вы можете написать вопрос в чат, потому что микрофон, вам нужно его самовключить, но выключить его не можем, к сожалению. Роман, я бы еще хотела задать вам вопрос по поводу вообще... Как бы вы сразу приступили, да, к теме вебинара, то есть спасибо так охватили сразу очень ясно, сразу таких пять больших разделов. А вот как вы пришли к BI-аналитике? То есть вы уже довольно давно работаете, как вы пришли к этому? Как вы поняли, что, о, это ваше? Можете еще рассказать об этом, пожалуйста? Да. Ну, я выпустился из университета и начал работу в качестве аналитика. В дальнейшем стал разработчиком на Дотнете. Ну, довольно быстро понял, что на этом поприще уже как бы все места заняты. Дотнетчики, джависты, они широко распространены, и угнаться за, там, с синерами на тот момент, да, было практически невозможно. И очень большая конкуренция на этом рынке была. Вот. Ну, в то же время я занимался отчетностью, и когда я познакомился вот именно с BI-инструментами, мне стало интересно, вот, потому что это что-то новое на казахстанском рынке, не такая большая конкуренция, и есть возможность проявить себя. Ну, и с другой стороны, разработка вот именно низкоуровневая, то есть Дотнет, Джава, Питон, мне кажется, на мой взгляд, она занимает очень много душевных сил. То есть разработчик выкладывается полностью, и это все так изматывает, вот, с одной стороны. С другой стороны, не всегда получается именно тот отклик, который ожидался. То есть разработчик может, там, очень долго стараться написать какую-то фичу, а в итоге это окажется какая-то мелкая фича в большой системе, да. Вот, ну, и я часто слышал такое, что современные дата-сайентисты очень депрессуют, да. Ну, я не знаю, все или не все, но дата-сайентисты, они очень много времени тратят на изучение математики, на изучение разных механик очистки данных и вот именно искусственного интеллекта. но если брать, когда они работают уже на каком-то проекте, они понимают, что все эти знания выливаются всего лишь в одну, особенность большой системы, и это очень угорчает. А биоаналитика, она всегда в авангарде, то есть всегда есть какой-то отклик от пользователя, то есть можно там сколько-то времени потратить на разработку отчетности и увидеть реальный отклик от пользователей, то есть они сразу видят дэшборд, понимая, что это, могут завести диалог или просто сказать, вау, как круто, а мы даже не думали, что наши данные можно в таком виде пристать. Вот, но это как бы заряжает. Да, действительно. К слову, тут вопрос от Диаса. Вы можете, наверное, задать его так, как я могу его зачитать. Диаса задает вопрос, какие курсы вы бы посоветовали для того, чтобы начать изучать Power BI? Начинать изучать Power BI? Ну, для начала я бы посоветовал скачать Power BI Desktop, попробовать загрузить туда любой Excel-файл и поиграться с ним. А по поводу того, какие курсы, я, наверное, не подскажу, но я думаю, что в интернете очень много разных курсов, как платных, так и бесплатных. Я думаю, возможно, на Курсере есть какие-то курсы, от самого Microsoft есть. И также, наверное, если вы зайдете в 2GIS, напишите курсы Power BI в моем городе, то тоже найдется парочка курсов. Сам я на какие-то специальные курсы Power BI не ходил, но по Power BI вся информация в открытом доступе в интернете на официальном сайте Microsoft есть, поэтому там смело можно все прекрасно гуглиться и сертификация для подтверждения навыков. Ну, все зависит от компании, на самом деле. И как бы у нас в Казахстане все работает по принципу вам ехать или шашечки. Потому что у меня, допустим, не так много сертификатов, и они не такие профильные, более такие широкие, что ли. И я как бы себя нормально чувствую. И я знаю ребят, которые заканчивали специальные курсы, получали какие-то сертификаты, но как бы боевой опыт, опыт работы в проекте, он более ценен всегда и у работодателя, и в принципе так видно, когда работаешь с коллегой, который имеет реально опыт разработки, на него всегда можно положиться, вот скажем так. Окей, тут у меня такой вопрос, наверное, к слову о том, что вот Диас интересуется, какие курсы, да, нужны для того, чтобы изучать Power BI. То есть у вас непосредственно уже такой бэкграунд, вы уже, так сказать, из мира аналитики. Вот. А встречали ли вы таких людей, которые, допустим, работали на совершенно других специальностях, а потом тоже перешли в аналитику, точнее, в BI-эналитику? Ну, на данный момент у меня есть коллега, который пришел из банковского сектора, вот. на самом деле очень, очень такой умный парень, и мне иногда очень интересно наблюдать, как он, не зная какие-то базовые вещи, вот именно, с точки зрения IT, может сделать очень красивую, классную BI-отчетность, вот именно с точки зрения бизнес-пользователя, и это очень круто. То есть он избегает каких-то сложных формул, которых не знает, да, но в то же время в итоге у него очень классно получается. Вот. Поэтому я думаю, что вот именно BI-эналитика, она очень инклюзивна, и порог хождения в нее очень низкий. Интересно, потому что, честно, исходя из аббревитуры, да, кажется, что все очень сложно. А по поводу вашего коллеги, который, допустим, без глубоких познаний, ну, делает при этом замечательные отчеты, я бы, наверное, отметила это как, вы знаете, когда человек больше знает, соответственно, появляется больше проблем, и возникает больше препятствий, так сказать, для работы. Хотя, ну, это очень двоякое предположение, но временами оно подтверждается. Окей. А есть ли еще у кого-нибудь вопросы? Возможно, пожелания, дополнения? Роман, может быть, у вас самого есть какие-то пожелания, рекомендации? Так, вот тут АСУ пишет мне в личку, возможно, я просто не слышу и не могу найти, где его подключить. Можно написать вопрос, да, я написала тоже ей лично. Да, вы можете мне написать вопрос, и я с удовольствием отвечу. Так, сейчас я напишу. Вообще, конечно, очень интересная инициатива, очень классно, что у нас есть подобного рода вещи, такие вебинары. Хотелось бы, чтобы они чаще проводились. Вообще, я за то, чтобы внутри компании проводить такие вещи, но так как все постоянно заняты на коммерческих проектов, у нас просто нет физически времени на это все. Я очень сам стрессовал из-за того, что мне нужно было подготовиться к вебинару. Я очень боялся, потому что я практически там в последний момент все сделал, накидал презентацию, и только там, не знаю, благодаря тому, что у меня там в голове сейчас есть, я и провел так, на самом деле, я практически не готовился из-за того, что постоянно есть какие-то коммерческие проекты, на которых 100%, даже там, 146% времени занято. Ну, я бы так не предположила, то есть, напротив, наверное, исходя из того, из того, какими знаниями вы обладаете, то презентация, напротив, получилась очень хорошей, без нагромождения каких-либо лишних вещей, такое очень четкое, ясное по структуре. Вот, а насчет занятости, да, я очень согласна, что, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы внутри компании, чтобы друг другу мы могли делиться опытом, рассказывать какие-то новые интересные лайфхаки, те же самые, но, увы, это не всегда получается, да, и благо подобные вебинары становятся своего рода спасением, но тоже раз на раз не приходится. Ассел, вы, к сожалению, так и не написали свой вопрос. Вы можете написать его в чат, потому что вот вы писали, что, ну, не можете найти микрофон, не можете подключиться. Вы точно так же можете написать свой вопрос в чат, и мы с радостью, и Арман, я думаю, с радостью на него ответили. Может быть, у кого-нибудь еще есть вопросы к нашему спикеру, если даже не по теме или по теме. Ну, о себе хотелось бы добавить, что биоаналитики, они всегда нужны, вот, и если люди, которые, есть люди, которые сомневаются, хотят попробовать себя на этом поприще, то, пожалуйста, как бы никто не будет против, никто не будет там шеймить за что-то, да, и всегда, всегда компании только рады новым сотрудникам, именно биоаналитикам, вот, даже с очень небольшим опытом, или человеку без опыта, но который очень хочет развиваться в данном направлении. А вы сами, как долго вы намерены, точнее, вы намерены пока продолжать, как долго вы намерены продолжать работу биоаналитики, или пока что для вас как бы нету других идеи на будущее? Честно сказать, я пока не задумался над этим вопросом, вот, и есть такой вопрос на собеседовании, да, каким вы видите себя через пять лет? Ну, я, честно сказать, вот, пока вижу себя в этой роли, ну, у нас специфика, вот, именно, Ой, вас не слышно? Арман, вас не слышно? Ну, в российских компаниях уже, конечно, уровень, ну, ДВХ-инженера, и администрировать, там, все вероятно, да, 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 ну, как бы, обязанности для биоаналитика, но эти обязанности заканчиваются в социализации, вот, поэтому даже не знаю, как ответить на ваш вопрос. Хорошо, окей, спасибо, понятно. Ну, в принципе, похоже, вопросов никаких нет, возможно, будут какие-то пожелания от участников, а СО, как я понимаю, таки не получается задать вопрос. Ну, в принципе, я, наверное, напоследок еще спрошу, мне действительно, с тобой тоже интересный стало тема. Могли бы вы, пожалуйста, напоследок ответить, вот, какие два самых известных инструмента есть биоаналитики, которые вы могли бы рекомендовать, либо которые вы сами используете? Это, наверное, Клик и Power BI, да, ну, по крайней мере, в Казахстане, ну, и вообще в мире, в мировой практике. Клик и Power BI — это самые именитые бренды на сегодняшний день, вот. Оба инструменты, оба инструменты очень хороши, интересны, вот. Вот, как бы, некоторые инструменты есть, особенно open-source, вот, при использовании которых аналитик испытывает, там, боли и страдания. А вот, когда пользуешься, там, Кликом или Power BI, то, наоборот, аналитик испытывает позитивные эмоции, и там все очень удобно, прекрасно сделано, очень, как бы, понятно, вот. И таким образом можно в очень напряженном темпе работать долгое время, вот. Ну, тут, думаю, про сильнее, да, такой вопрос, да. Можно ли быть био-аналитиком на участие? Можно ли? Конечно, легко можно быть био-аналитиком на аутсорсе. Никто этого не запрещает, особенно сейчас, когда у нас, там, пандемия и все дела, удаленка. Вот. Сейчас многие компании практикуют работы из дома. Вот. Я знаю, что российские компании уже давно это практикуют, вот, не говоря уже о западных. Ну, сейчас вот в казахстанских компаниях тоже очень распространен хоум-офис. Это очень удобно, на самом деле, и я всегда за, потому что, когда там компании проводят опрос, какой офис вы бы хотели видеть, где бы вам удобно было работать, я всегда отвечаю, что этот дом, дома мне удобнее всего работать, да. Отлично. Ну, хоум-офис, мне кажется, стал в последнее время для много кого удобным. Лично я тоже его предпочитаю, но обстоятельства всегда складываются по-разному, так скажем. Ну, как я понимаю, вопросов больше нет, или, может быть, у участников будут еще что-нибудь дополнить. В принципе, у нас на этом все. Арман, еще раз спасибо вам большое, что уделили свое время и очень показательно так рассказали о био-аналитике в целом. Вот, так что желаем вам удачи и всяческих успехов. Так, нет, похоже, у участников не будут больше вопросов. Да, похоже, все же нет. Мы будем ждать ваши комментарии и отзывов, и подписывайтесь на наши страницы, опять-таки, чтобы не пропустить, чтобы не пропустить ничего. Точнее, чтобы не пропустить, да, ладно. И всем зарегистрированным участникам, я еще раз вспоминаю, мы направим ссылку на запись вебинара в электронном письме. Но если вы не были зарегистрированы ранее, то можете заполнить форму заявки и получить ссылку на запись. Еще раз всех благодарим, особенно благодарю участников за то, что посвятили свое время. Следите за нашими новостями, встретимся на следующем вебинаре. Спасибо. Всем спасибо большое. Всем хорошего дня. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok